Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. Сегодня у нас апрельский сюрприз микс Hatchimals, Bash Baby World, Сиреноголовый, Little Pet Surprise, Dorables Disney, Самолёты и другие. Будет интересно! Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали! Начнём с пакетика Dorables Disney 1 серия. 78 игрушек в коллекции. 79 игрушек в коллекции. Хотели бы себе такую куколку? Прикольные у неё разноцветные глазки, один голубой, другой жёлтый. Рот как будто зашили. Бантиком украсили прическу, волосики можно погнуть. Игрушка очень маленькая и прикольная. Есть ножки, есть ручки. Бедная Лила, не повезло ей с игрушками. Пасхальный киндер сюрприз. Опять ёжик не попался. Всего этой коллекции 12 игрушек, но в действительности 6. Лягушка лежит на кочке в своём болоте и отдыхает. Лапки вверх подняла. А под головой у неё подушка жёлтого цвета. Хотя киндер предполагает, что это яйцо. Но мне больше напоминает подушку. А ещё мордочка у лягушки, но совсем на лягушачью не похоже. Да и грустная она какая-то. Хотя чё веселиться в болоте. Литл Пэт Сюрпрайз. Сдаётся мне, что это поделка под Литл Пэт Шопс. Мэйт ин Чина. Сейчас всё узнаем. Кристаллик открывается. И тут зверёк. И похоже это оленёнок. Бэмби. Только вот какой-то белоснежный. Таких оленят я ещё не встречал. Пушистый хвостик у него, длинные уши, прям как у зайца. Рожки пока не выросли. Маловато. Голова вращается на 360. Есть какое-то украшение возле глаза в виде ленточки. Ну, глазки прокрашены неплохо. Ушки подкрашены. Да и форма оленёнка неплохая. Но больше я плюсов не вижу. Копы-то ему, конечно, не подкрасили. Игрушка сделана из пластика. О, а голова вообще пустая. Как я и думал, подделка под Литл Пэт Шопс. Вкладыш, конечно, отсутствует. Что на коробочке, что внутри. Коробочка Cut the Rope Magic. От просто Toys. С амнямками. Так, в коллекции всего 13 игрушек. Главный злодей. Маг-паук. Поднял вверх лапки. Сейчас что-то наколдует на амняма. И амняму леденцов не достанется. Очень злобный дядька. Бородатый. Бородатый паук – это круто. Одет он по-восточному. В тюрбане с драгоценным камнем и в мантии. Шоколадный шар Чупа-Чупс Царевны. По-моему, мне эту коллекцию никогда не собрать. Не везет. Хотя игрушек всего 7. Попалась Аленка. У меня уже есть такая. Только вот на самом деле она царевна Елена Прекрасная. А почему Аленка? Кто знает? Напишите в комментариях. Что за несостыковочка? А так, в принципе, вылитая Эльза. Только по-русски. И фигурка очень маленькая. Пакетик Хэтчималс. Фэмили сюрприз. Семельный сюрприз. От Спинмастера. Внутри яйцо. Яйцо утка. На яйце сердечко с крылышками. По-трём. Должно порозоветь. Слишком уж сильно я тереть начал. Яйцо сломалось. Давайте посмотрим, кто там прячется. Что-то розовенькое и с крылышками. Так, а вкладыш-то где? Вкладыш есть. Сначала на него посмотрим. А потом вернёмся к нашему розовому другу. Так, в комплекте больше 60 игрушек. И все они делятся на семейки. Есть вот такая семья единорогов. И все они парикмахеры. Дальше идут еноты. И они фотографы. Следующие у нас кошки. Они танцоры. И львы. Артисты. По-моему, самое малочисленное семейство. Интересно, а в каких сюрпризах можно найти огромных енотов? Или огромных единорогов? О, а тут ещё есть семейки. Бурундуки. Какое-то королевское семейство. В коронах все ходят. Деловые. Дальше у нас есть собачки-пилоты. О, зайчики. Бекерс. Пекари что ли? Да, похоже, напекли пирожков. И уминают за милую душу. И летучие мыши-музыканты. И мне попался единорог. Из семейства, конечно же, единорогов-парикмахеров. И он, похоже, в кресло сел. Накидочку на него одели. Сейчас будут ему гриву и хвост постригать. За спиной у него красивые красные крылышки. Вернее, розовые, покрытые глиттером. Во лбу рог витой. Глазки с большими ресничками. Но мне, если честно, не очень этот хачималс нравится. Встречал я и получше игрушки. Эх, жалко, енота не попалась. Или зайчика. Киндер Джой эмоджи-музыканты. Правда, это не синие киндеры, а белые. Тут коллекция похуже. Кубики-рубики. Вот такое роботоподобное. Эмоджи-музыкантное. С двумя лапками и двумя кубиками из лего. Они, кстати, вращаются. Что нижний, что верхний. В комплекте идёт верёвочка и вот такие наклейки. Обезьянки, нотки и вообще непонятные штучки. Клейте сюда и у вас... Хотел искать интересную игрушку, но нет. Просто игрушка с наклейками. Сфитбокс Лига Справедливости. DC Comics. Внутри мармеладик и игрушка в пакетике. Всего в этой коллекции 7 фигурок. Попался Флэш. Это самый быстрый человек на Земле. Он овладел не только скоростью, но и временем. Иногда использовал свои способности, чтобы путешествовать в различные эпохи и другие измерения. Чтобы спасать жизни и защищать людей. Настоящий супергерой. Вот такой красный человечек в зелёных ботинках. Под цвет поставки. Мне на самом деле не очень нравится этот супергерой. Я больше люблю Бэтмена. На груди у него значок Флэша молния. А вот лицо какое-то странное. Особенно ушки мне не нравятся. Тут должны быть молнии. Он напоминает как уши гоблина. Да и нос у него тоже какой-то кривоватый. Отличная мускулатура у Флэша. И можно в каком-нибудь конкурсе фитнес-бикини выступать. Металлическая банка. Игрушка-сюрприз-самолёты. Я такую открывал с автоботами. Там было всё плохо. Какая попадётся тебе? Надеюсь, хорошая. Так, это Сима Лэнд автоград. Ну давайте посмотрим, что тут положили. Тушёнка из самолётов. А положили ту же самую картинку с Мишкой. Ходит по лесу. От пчелы убегает. Или за пчелой идёт. Думаю, сейчас она его к мёду приведёт. Вкладыша никакого нет. Но есть вот такой самолётик. Ну, он получше выглядит, чем прошлый автобот. Тут и надпись есть. Спорт. Спортивный. Файтер. Так, US Air. А самолётик-то американский. Лучше бы российский попался. Есть маленькое колёсико впереди и два больших сзади. Что-то мне напоминает, что это инерционный механизм. Надо проверить. Ну а так, обычный пластиковый самолётик. Хоть с принтами, уже хорошо. Приготовиться к взлёту. Кот, обрезался он не туда. Ну, инерционный механизм работает отлично. Правда, самолётик не летает, а только ездит. Шоколадное яйцо Миньоны Грювитация. Шоки-токи. Ух ты! Тут даже фигурка попалась. Я ожидал очередной пент-офф. Собери всю коллекцию. Используй подставку как печать. Кто у нас тут есть? Карл, Боб, Отто, Джерри, Кевин, Дэйв, Стюарт и Фил. Вся банда в сборе. Хоть это и фигурка, но уж лучше бы был пент-офф. Не опался Кевин. Стоит такой деловой, размышляет о чём-то. На подставке. Написано, что подставку можно использовать как печать. И здесь у нас ананасик. Только вот как ей печатать, если чернил нету? Непонятно. Ещё этот миньончик плохо на ней стоит. Так и норовит выпасть. Ладно. Давайте посмотрим, как он сделан. И что мы видим? Косяки в покраске. Тут не докрашено, тут перекрашено. Особенно мне нравится вот это вот место. Его поджигали, что ли? Бедный Кевин. Вряд ли я буду такие яйца ещё покупать. Пакетик Сирен Хэд. Сирен Хоррор Экспириенс. Или просто Сиреноголовый. Внутри положили немного карточек. Сиреноголовым. С жертвой Сиреноголового. Я, если бы его увидел вживую, так же выглядел. О, а этот Сиреноголовый с подсветочкой, чтобы в темноте ходить. Может подрабатывать уличным фонарём. Вот он, длинноногий, длиннорукий. Ужасный, но прекрасный. Так как вместо головы у него телевизор. Правда, тут ничего не показывают. Настроиться не может при помощи своих антенок. Есть кнопки переключения и регулировка громкости. Старенькая модель. От руки у неё действительно длиннющие. До всех дотянется. Дядя Стёпа по-китайски. У меня остался последний сюрприз. Называется он Баш Бэйби Уорлд. Пушастики. Прикольное название. Обычно пушистики, а это пушастики. Пушистые и ушастые. Всё как я люблю. Внутри обещают 6 сюрпризов. А сам сюрприз похож на экзотический фрукт. Ну давайте открывать. Первая серия, говорят. Это, наверное, не просто фрукт, а домик, где живёт пушастик. О, дверка открывается в сторону. Удобненько. Раз пакетик, два пакетик. Пластиковая верёвочка. Сюда, наверное, зверька можно прицепить. Или сам домик подцепить. И куда-нибудь привесить. Посмотрим на вклады. Что нам тут обещают. Пушастиков там много. Есть популярные, редкие и самые редкие. Трое тусуются на день рождения. Ещё четверо выходные на пляже проводят. Три принцесски. Два садовода. Также у нас есть два любителя кафе. Поп-группа из трёх пушастиков. А на маскараде четверо тусуются. И ещё трое пошли в салон красоты. Поп-группа из трёх пакетика. Начнём с маленького пакетика. Здесь различные аксессуарчики. Какая-то чаша. И в нём можно поставить кексик. А это подвеска в виде сердечка. С одной стороны жёлтая. С другой зелёная. Блестящая. Какой-то сладкоежка, похоже, попадётся. Есть карточка. И мы знаем, что этого пушастика зовут Софи. И она любит кексики. И драгоценности. Так, что это за пушастики? Где уши? Почему тут вместо ушей волосики? Можно просто в косичку заплести. И всё это никакие не ушастики, а волосастики. Причём волосатого у них только сверху две косички. И жиденькие какие-то. А сама игрушка пластиковая. Брюшко глиттерное. Глазки большие. Вообще мордочка похожа на ежиную. Да, такой ёжик. Ого, хвост-то. Вообще непонятный. Длинный с кисточкой. Как львиный. Хвост львиный. Мордочка ежиная. Волосы даже не знаю, чьи. В общем, зверь точно экзотический. Можно его в домик посадить. Дверкой закрыть. Вот она, Софи. Из группы Кафе. С подружкой сидит. Кексити ест. Звёдочка обозначает. Игрушка популярная. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне разочаровал Пушастик. Не зайцем он оказался. Я расстроен. А больше всего мне понравились Скрамп и Паук-Чародей. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по Пучайку. Со сладостями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok